Сегодня у нас в гостях участник боевых действий в Афганистане наш земляк Александр Александрович Доройко. В далеком 1986 году, 27 апреля, на следующий день после аварии на Чернобыльской АЭС, молодой, бравый, 18-летний юноша, полный решимости и энергии, бросился на передовую войну. В самую горячую точку мира. А взамен получил осколок грудь и орден Красной Звезды. И оба на всю жизнь. Сувенир из Афганистана до сих пор хранится в груди Александра Александровича. Здравствуйте, Александр Александрович. Каким образом вы попали на войну? В каком возрасте? Перед окончанием училища получил повестку на 27 апреля. 26 апреля вечер. И мы смотрим вечерком на Чернобыль, Сарева. Соседи, которые работали, говорили, что пожар. Ну, мы четвером. Отец, брат в отпуск, брат мое погодник был. И два друга. В общем, сопроводили до Омирева. И утром военкомат. В учебке пять месяцев. И вот Кабул привезли. И на распределение опять в полке. Сам полк находился в Кабуле. Ну, а наш третий. Ну, самый отдаленный. Ближе к пакистанской границе. Пошла служба. В основном занимались охранными. Потому что дорога Кабул-Кандагар. Ну, в основном участок дороги охраняли. Александр Александрович, а расскажите, пожалуйста, о своих товарищах, с которыми вы служили вместе. Ну, вот здесь Кабул-Кандагар, он в прошлом году умер. Да, уже два года как умер в Витебске. Мы каждый год, я ездил туда на реабилитацию, и мы каждый год встречались. Вот с этим мы буквально 5 декабря в госпитале навестил меня в Омире. Его охрана была, я когда шумать, ну, в Союз уже, так споталенно, из-за взвода, то, что мог. Прилетив в Союз, отправляй родных. Ну, а он передал грамоту Ленинскому комсомолу. Значит, я прилетел, всем все отправлял, а мне писали адреса на пластинке «Голубой билет». Она как раз тогда вышла. Я где-то позатиралась, скорость эта сведена была. И я его не нашел. Вот она 35 лет у меня, где только не переезжал, где только. И вот буквально случайно, я у него узнал адрес, пошел на почту, вот рамота большая, объезд. Он потом звонил, говорит, а он живет в Пыбаре, там, возле Юлицка. Эрин на почте уже себя знает, говорит, и открывает, ну, глаза такие ошалевшие. Ну, неожиданно, ну, как так? Можно было 35 лет? Я думаю, вот так вот он у меня в воспитании навестил. Так сейчас, говорит, давайте собираться. Есть ли у вас какие-то любственные слова или пожелания? Не допустить войны, не только Бог. Почти четверть века назад судьба свела нашего героя с другими рогачевскими воинами-интернационалистами. Образовалась районная организация Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, которая в этом году исполняется 30 лет. На сегодняшний день в районе и городе проживают 146 ветеранов войны в Афганистане. Организация принимает участие во всех городских мероприятиях. Ведется патриотическая работа в школах, колледжах, музеях, библиотеках, зашкольниками и молодежью. Вы должны знать свою историю, ведь не усвоив уроки прошлого, не сможем построить мирного будущего. Не забывайте историю земляки. Цените мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова